Так как я каждый год ездил на охоту, в одну из поездок ко мне привязался мой товарищ, Искандер его зовут, он абсолютно городской парень, абсолютно городской мальчик, говорит, возьми меня на охоту. Я говорю, ну как я возьму на охоту, ты вообще не приспособлен. Возьми, возьми. Я говорю, ты представляешь, до места охоты добираться 21 час. Он говорит, возьми, возьми, вот я хочу, давно мечтал с тобой на охоту. А он работал генеральным директором сотового оператора Кеймобайл. Ну ладно, поехали. Летим туда на 24, и он мне начинает рассказывать про сотовую связь, как, знаете, форест гамбуба, который... Вот креветки жареные, креветки пареные, креветки такая, бывает такая, стандарт такие. Потом мы слезли на УАЗе, 17 часов добираются до точки. О, мне это рассказывать, рассказывать, рассказывать. Мы приехали там, мы провели 17 дней на охоте. И, короче, потом обратно такой же путь. Летим на 24, подлетаем к городу, уже снижаемся, справа горы, снижаемся. И он мне говорит, а что ты не купишь Кеймобайл? А я тогда, у меня есть компания Алматы Кост, это 9 птицефабрик и комбикормзавод. Я выпустил банды, облигации на 20 миллионов долларов. У меня 20 миллионов долларов. Купи, 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 вот тебе продаст, Тимур не может избавиться от этого. А Тимур сейчас номер один олигарх в Казахстане. Ну, зять президента. Я прихожу к Тимуру, говорю, вот так, вот так. Хотел купить компанию. Вот 12 миллионов долларов, готов заплатить. Я помню, я 20 марта оплатил. Я к тому времени уже был хозяином Альянс Банка, а я до этого еще Альянс Банк купил. И я взял заем с Альянс Банка, оплатил. Интересно, через неделю приходят ребята Тимур и говорят, Маргман, продай нам Кеймобайл обратно. Я говорю, за сколько? Они говорят, за 24 миллиона долларов. Я говорю, вы что, дураки что ли? Я неделю назад вас купил за 12 миллионов. Сейчас вы просите за 24. Они говорят, ну продай. Так надо. Я тут понял, что за ним стоит только какой-то покупатель. Позже выяснится, что у них был покупатель на 50 миллионов долларов. И он пришел как раз к концу марта. Я говорю, нет. Я буду сидеть. Потом вы продали эту компанию. Там целая интересная история, как мы продавали. Мы с Искандером сидим и планируем продать. Если говорим, продадим за 150 миллионов долларов, вообще было бы супер. Объявляем тендер. Ведем переговоры с Уроскомом. Уроском – египетский оператор. Ведем China Mobile и МТС с Вимбелком. Ведем переговоры. Все знают об этих переговорах. Мы сделали Data Room. И все представители этих компаний в Data Room изучают. Откуда вы узнали, что нужно сделать Data Room? Вы привлекали консультантов? Да, да. Консультантов привлекали. Это были консультанты от Альфа Групп. Окей. После Data Room отвалились China Mobile и Уроском. Но об этом не знают Вимбелком с МТС. Они присылают первое предложение. Первое предложение прислал Вимбелком 210 миллионов долларов, МТС – 170 миллионов долларов. Мы открываем Искандер, мы обнимаемся, прыгаем, радуемся. Ну, мы планируем 150, представляешь, сходу. А, Антон, Искандер мне говорит, ну, чего, Маргуан, продаем этому Вимбелком. А, бру, МТС 210, Вимбелком 107, продаем МТС. Я говорю, нет. Он говорит, в смысле нет. Если они дали первую сцену, логично, что они дали самую низкую. Он говорит, ну, в принципе, логично. Ну, ты, говорю, встань на их место. Значит, они готовы дать больше. Так, так. Поэтому, он говорит, что делать? Я говорю, факс, а мы тогда факсом отправляем. Извините, вы не прошли по сцене тендер, вы проиграли. В обе компании? В обе компании. А, у нас больше никого нет. И такой, а этот Искандер ходит, блин. День тишины, блин. Полтора дня тишины, мы уже на нервах. Прикольно, присылает новое предложение. МТС дает 300. 300. Вимбелком дает 290. Мы такие, да, ну, да, это нереально. Там все, конец. Радуемся, обнимаемся с Искандером. Искандер говорит, ну, все, за 300 продали. Я говорю, не продали. Он говорит, как не продали? Я говорю, потому что отказ. Он говорит, ты что, дурак, что ли? Как отказ? Если мы сейчас откажем, у нас остается полтора дня, говорит, и они отскочат, нам некуда идти. Потом мы вынуждены к ним опять вернемся, и тогда нас они отожмут по полной программе. Они поймут, что мы блефовали. Я говорю, нет, все равно нет. Это, говорю, не самое лучшее их предложение. Ну, короче, мы там чуть не поругались с ним. Я говорю, вот поверь мне. Берем факт опять. Вы не прошли по ценовому предложению. Присылают, короче, МТС присылает 370. Вимбелком 340. Мы такие, все, это, Тоси, Искандер говорит, все. Я тогда, честно говоря, необъяснимый, я говорю, нет. Как нет? Он говорит, ну ты вообще уже беспредел, ты уже просто балуешься. Я говорю, вот, Искандер, все, давай откажем. Нет. И мы отправляем опять факсом отказ. В две компании? Да. А вы не боялись, что они между собой общаются? Добрый день. Нет, они вообще как окошко собак сидит. И самое интересное, это последний день. Тендер сегодня в 12 ночи закрывается. И мы присылаем отказ. В которой все? Ну, где-то утром. Имею на руках предложение 370-340. И, короче, ждем, ждем, ждем. Вечером мне звонит. Марлан, ну давай этот, скажи, сколько у тебя лучшее предложение, и мы дадим больше. Я говорю, я не могу, это тендер, я не могу его озвучивать. Ну, скажи, сколько лучшее предложение? Я говорю, нет, не могу сказать. И тут он мне говорит, ну, я примерно знаю, это 400. Короче, мы тебе даем 410. Я говорю, нет, вы знаете, я говорю, вы примерно угадали, но за 10 миллионов долларов я не буду там даже пересматривать. Он говорит, ну, хорошо, сколько, сколько ты хочешь, чтобы признать нас победителем? Ну, говорю, 425. Все, говорит, 425 мы даем, согласны. Но у нас, говорит, одно условие. Ты сейчас должен поехать в гостиницу Анкара, тогда Анкара назывался, и подписать все документы. Утром в 10 мне уже прислали факс, у меня на счету 425 миллионов долларов.